Обычно коллегиальные встречи проходят в более узком формате. Сегодня в ней приняли участие 400 человек. Это представители всех подведомственных структур, первые руководители исполнительных органов области и города, депутаты маслехатов, заместители акимов районов, ветераны сферы образования, члены попечительского совета и журналисты. Слушать основной доклад пришлось долго и внимательно, вникая в озвученные цифры и продемонстрированные слайды. Улучшенные основные показатели сферы образования области. Наблюдается положительная динамика согласно предусмотренного бюджета. Выполнены задачи по увеличению детских садов. В прошлом году введены в эксплуатацию 15 школ и 44 детских дошкольных учреждения. В рамках проекта Бахат-Табала открыты 177 спортивных и игровых площадок, 23 IT-класса. В школах также появились ультрафиолетовые проекторы, 3D-принтеры и наборы для робототехники. Также отмечено, что в регионе был открыт коррекционный детский сад и первый в Казахстане круглогодичный инклюзивный оздоровительный лагерь «Куншуак». 136 детей-сирот в минувшем году получили ключи от новых квартир. Что касается проведения ЕНТ, то с каждым годом показатели улучшаются. Наша молодежь получает гранты на обучение. Охват дополнительным образованием тоже растет. Правда, на фоне таких безупречно радужных показателей становится непонятно. Откуда у наших школьников столько свободного времени, неудовлетворенных амбиций и жестокости? Что толкает их выплескивать негатив на улицу? И что нужно сделать еще? Этим вопросом собравшиеся сегодня также уделили самое пристальное внимание. Ирина Гути, Сергей Калашников, программа «Факт».